Парк инженерной техники открыли на территории Министерства обороны Южной Осетии. В церемонии открытия принял участие глава государства Ланга Глоев. Событие приурочили к празднованию Дня провозглашения республики. С решением министра обороны и утвержденным вами осенью прошлого года, то, что вам докладывалось, было осуществлено строительство парка инженерной техники. Ну и сейчас разрешите по очереди предложить вам рассказать о составе этого парка. Главе государства продемонстрировали объекты, построенные на территории парка. Здесь расположились ангары для контрольно-пропускного пункта, зоны ремонта техники, пункт чистки и мойки военного транспорта, пожарная служба, класс инструктажа водителей. У нас имеется вот здесь сервер. Сервер загружается соответствующими файлами. Это специально для хранения файлов. И мы можем, обучаемые работают на компьютерах. И, соответственно, руководитель может видеть со своего компьютера каждый компьютер обучаемый. В парке также расположилась собственная заправочная станция. Теперь необходимый запас топлива на рабочей площадке всегда будет обеспечен. Особенностью еще этих контейнеров хранения топлива является то, что они соединены трубами с основным автозаправочным комплексом. И при заполнении этих контейнеров топливом они могут не возить его, а, соответственно, отсюда перекачивать туда. Аппаратура, они соединены аппаратурой соответствующей, кабель-каналами позволяют с центрального объединенного рекузла осуществлять контроль полностью и температура, и плотность, и емкость, и загазованность. Главе государства и гостям был также показан небольшой фильм о ходе строительства объекта, подготовленный пресс-службой Министерства обороны. Президенты гостей обошли всю территорию парка, осмотрели и проверили оборудование и технику. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаева, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.